Всем привет! Сегодня 9 августа, и мы приехали в такое классное место, о котором даже не подозревали, что такое есть в Иркутске. Мы сейчас с вами идем в игровой комплекс, правильно называется? Экстраверт. На картинг, пинбол, лазертах, тир. В общем, сейчас посмотрим, куда сходим. В общем, идем на развлечения. Да, вообще, мы сколько лет живем, мы даже не знали, что есть такое заведение. Оказывается, оно здесь очень популярное. Короче, мы как-то прогадали. И в связи с карантином, самоизоляцией, конечно же, очень многие развлекательные вещи и гонки здесь были закрыты, развлекательные центры. И сейчас вот экстраверт открылся. Находится экстраверт возле больницы инфекционной, кто не знает, в городе. Вот даже телефончики здесь есть. Картинг, прям я столько лет мечтала пойти на картинг, ребят, серьезно. Я даже какое-то время искала, думала, так, надо найти картинг в Иркутске, но у нас как-то не получалось, не получалось. Я так посмотрела пару вариантов. Вы, привет! 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 Надеюсь, мы правильно идем слушать. Это вход же, да? Привет! О, сейчас мы тут оденемся. Одеваем защиту. Все, на всех все заполнили. Идем, посмотрим, где они здесь. Вау! Готовы? Слушайте, вы как эти. Не, Боречка, Боречка, ты со мной. Вы как космонавты. А ну, посмотрите. Привет! Ты как космонавт. А я потом пойду, потому что я беременна, и чтобы не было столкновений с ребятами, потому что мало ли, как они сейчас будут водить. Я потом с Борей отдельно пойду. Для нас подготовили 4 машины. Одну взрослую для Ани, уже ей взрослую. Мальчишкам детские, а папе двойную. Папа будет у нас с Сашей. То есть, здесь можно на двойных, например, взрослый с ребенком. А Нютка, Витя, она уже по росту подходит, как под взрослую машину. Ну, а мальчишки на детской будут. Пока вы не поехали, хочу снять. А ну? Класс! Вот такая машина. Мам, это вот это вот только ничего не видно. А сейчас все тебе сделают. Скажут. Как и что? Может, поменяетесь местами? Там пониже, мне кажется. А ну, поменяетесь местами. Мам, скажи, что моя будет. А, ну, сейчас тогда скажем. Мне кажется, что очень сложно, что прорезь даже не двигается. А возможно, это из-за того, что... Сейчас посмотрите, посмотрите. Ну и вот, красавчика 2. А, Боря погнал сразу. Конечно, он же водитель. Мальчишки, наверное, будут поливаться. Аня, давай! Тема за Аней пошел. Хоть почувствует чувство, что такое на настоящей машине с двигателем быть. Классно, что здесь столповозь с... Это... Лобовое невозможно, потому что в одно движение, в одну сторону. Ну, а папа летает. Ребята, кто не ездил на картинге, советую просто сходить с семьей или с мужем. Это настолько адреналинчика много. Папа Шумахер, короче, у нас. Вот разошелся. А мы, скажи, с тобой наблюдатели, да? Мы наблюдаем, а потом пойдем тоже покатаемся. С мамой пойдешь? Пойдешь с мамой покататься? Только подожди, давай сейчас они покатаются, а потом мы с тобой. Хорошо? Да. Смотрю, первые круги ребята так медленно гоняли. А сейчас прям на уровне папы почти гоняют. Даже Чимофей разошелся. Он так медленно ездил. А сейчас, смотрите. Практически на уровне папы. А это Паша. Паша гонит. А Тёма застрял. Колеса въехал, Тимофей. Давай, Тёма! Гоняет. Даже Аня разошлась. Ох, на поворотах там, конечно. Нужно быть аккуратными. Класс? Классно. Вообще классно. Кстати, здесь табло. Время круга. Кто за сколько проезжает лучшее время. Вот шестая машина. Это, наверное, папа у нас. Да, шестая машина. Это папа. 123 секунды прошел. 123.05. Вы, конечно, шумахеры из шумахеров. Вы шо вытворяете, скажите, на трассе? Я тут стою, только переживаю за вас. То один в колеса влетел, то другого занесло. Папа, ты посмотри, ты за 21 секунду круг проходишь. Ты у нас на первом месте. Потом Аня, потом Паша, потом Тёма. Как вам впечатление? Я хочу сначала начать с мальчишек. Жарко. Жарко. Я проиграл. Ты проиграл, так как ты не играл. Ты постоянно напряжение, руки прямо, руки спит. А как вот скорость, сила? Это сила очень ужасная. Просто летишь, руки вцепились. Ребята, вы снимаетесь не здесь, а там. Я теперь понимаю, как папа водит машину. У него кит, наверное, ужасно. Но понравилась скорость? Да, это помпа. А я вам еще назад сдавать нельзя. Из-за этого проигрываешь. Добежать ей поможет. Ну да, да. А тут она все равно втором век почетный. Это просто улет. Хочу потом еще раз сюда. Сюда хочешь еще раз? Я просто руки валяю. Тебе понравилось, как папа тебя гонял? Да. Вообще очень быстро. Я сейчас. Он самый первый лидер, но попытался. А нам дали распечатку, кстати? Ну, мама. Распечаточку дали? У кого какое рекордное время, кто где, я подписала, человек, где машина была. Папа, 21.19, самое лучшее время. Паша, 23.69, Аня, 24.03 и Тёма, 29.39, самое лучшее время. А там даже есть рекорды. 17. Мужчины сделали 18.30, женщины 19.07, дети 17.02. Ой, 17.92. Я удивилась, что дети... Да, рекорды здесь еще даже бьют. Удивилась, что дети быстрее всех гоняют. Ты теперь тоже в комбинезоне? Да, отлично. Малютка мой, какой ты смешночий. Юный гонщик. Вот такой смешной. Сейчас мама пойдет одеваться. Все, они пошли. Все, мама поехала. Сидит такой. Давай. Давай, давай. Давайте. Что случилось? Мощно. Я так. Пару кругов на дорогу, чтобы рекорд попить, потом отдыхаю. Медленно. Тяжело, тяжело на поворотах. Очень такое чувствую. Экспремально. Ты все, Маша, не будешь? Нет, я устала. Все. Ты во время попала? Я и так. Маша на время попила, да? Ты по... Ты вырвалась, а потом это... Уже папа вперед вернулся. Мы посмотрим по лучшему времени. Но мне кажется, у папы лучшего, чем у папы, времени не бывает. Борюсик, что ты скажешь? Ей понравилось с папой ездить? Сына. Быстро ездил? Да. Не боялся он будет? Не, он такой едет, с ротом открытым. Глаза горячие. Да? Ух, сыто. Да, здесь уже сейчас сразу после нас тоже люди. Здесь на целый день все расписано, представляете? Время нужно их забронировать, потому что настолько популярен, что расписано, расписано, расписано. Плюс еще люди, наверное, соскучились за такими местами самоизоляции. Вообще классно. Сейчас мы узнаем, пробила ли мама мой рекорд. А, кстати, давай, смотреть, кто чей рекорд побил. Боря, держи, это твое. Доставай. Вот тут пакетик этот. Вот он. Давай, Паша, смотри, шой. У нас же спор пошел, кто кого там обветал. Ну, Паша говорит, нет, вроде бы я тебя обогнал. Да, я не могу понять, почему ты признала. Ди меня. Паша, сколько? У меня 23,69. 23,69, а у меня? 22,31. Только почему-то непонятно, почему у Бори меньше кругов, хотя он ездит быстрее, чем я. У меня 9, у Тани 15, и она раньше сошла с трассы, я еще ездил. Странно. Но лучшее время, а ну-ка, сравни, это свое лучшее время, с этим своим лучшим временем. Подожди, Сеночка. А ну-ка, сравни. 21,29. А тут 21. Он здесь быстрее ездит. Значит, здесь быстрее гонял. Саша, ты быстрее гонял. Ой, там кто-то... А, это он проверяет тормоза, все проверяет перед тем, как давать машины. В общем, ребята, Тема, что сейчас скажешь, отошел уже немножко. Как тебе такой вид развлечения? Нормально. А эмоции какие-то? А вытащи их изнутри немножечко. Наверное, надо будет сказать, когда я только вышел. Что-что? У меня сейчас нет эмоций, я уже всех выпустил. Выпустил? Ты ничего не сказал, когда только вышел? Вот именно. Вот именно. А это было, когда вы уже прокатились, и они все... Все понятно. Оля, ты очень... Ну, скажи в двух словах, понравилось? Да. Мы зашли в зону боевых действий. И в кавычках. Слушай, ты знал, да? Вот я только что спросила, расспрашивала. Вот здесь настоящее оружие, только охлощенное. Короче, ты из него стреляешь все так же, как при стрельбе. Здесь можно попробовать, в общем, что такое стрелять с настоящее оружие, только с него ничего не вылетает. Настоящее. Настоящее, да. Что, попробуем? Попробуем? Чтоб мальчишки попробовали. Ну, пусть попробуем. Давай пока все покажем, а потом будем уже ходить, где мы там что-то выберем. Короче, здесь вот такая вот зона. Ну, вот здесь вот можно попробовать оружие это-то охлощенное. Здесь зона отдыха, зона ожидания. А вот здесь, здесь еще есть квесты, оказывается. Квесты, прятки в темноте. Разные квесты, говорят, уже астиков здесь. Ну, такие, кто вот любит, чтоб их попугали. Ну, картинг мы были в Лазертах. Мы пойдем и пейнтбол. А это банкетный зал. Здесь есть такой банкетный зал. Здесь дни рождения просто заказывают, празднуют. Ну, и сразу развлекаются и празднуют дни рождения. Здесь есть комната в Лазертахе, но здесь, конечно, очень темно. Только вот такая маленькая подсветочка, поэтому, конечно, не сможем поснимать, как мы здесь внутри играем. Комнаты с квестами. Квест пиратский корабль. А сколько у вас квестов здесь? Квест граф Дракула. А если говорить вообще в целом, то их четыре. Четыре квеста. Так. Крапула, пиратский корабль, вселенная Клава и квест Оно. Также у нас параллоновый бассейн. У нас есть инструктаж проводят. В параллоновом бассейне не закапываемся, чтобы на вас случайно никто не прыгнул и не раздавилось. Хорошо? Не бегаем особо. Также есть небольшие арки, ближе к полу, под которыми нужно пролазить. В них тоже аккуратно головой не ударить. У нас в последний момент Боря выбыл из игры, у него голова разболелась. У меня тоже, но я таблетку выпила. А Боря пошел с Боречкой сидеть, а мы будем играть. Командная игра. А давайте тогда поделимся как-то, да? Как мы поделимся? Нас шесть человек, три на три, давайте. У нас идет ажиотаж, мы поделились на команды. Мы с Аней, девчонки против всех мальчишек. Ну и потому что мы более старшие, у нас есть преимущество, их больше, а нас двое. Их четверо, поэтому будет честно. Очень темно. Я попробовал включить этот. Что, меня убили? Катя убили. Катя... А, ну, бац! Мы играли! Это какая-то катастрофа! Как они нас убивают со всех сторон! Они такие профессионалы! Утренальные профессионалы! Я стою, с одного конца коридора никого нет, с другого стороны коридора нет. И они откуда-то у меня стреляют. А, двое с тобой через щелочку. А, двое с тобой через щелочку стреляют? Ну, это я! Засел, там, че-моё. Мама, я через щелочку. Я выгнятую в одну сторону, а он с второго этажа в меня стреляет. Я не вижу где! Я так много, а в клайм не попадаю. Вообще, жалочка полная. Ну, что, Аня? Пошли? Что же это такое? Уже нам... Приготовились в бой! Девочки, выиграли! Девочки! Я сказала, что ради выстрела, что я уничтожила. Мама, последний герой, осталась последняя, живая. Мама, давайте... Сейчас таки это сделала. Что ж такое? У меня же моща какая. За то мы больше. Приятно. Они нас душат и душат, душат и душат. Нам, настоящим, женское, это, дали оружие. А давайте еще раз только в своих всех примерах. А сейчас пойдем постреляем. Все, на этой счастливой ноте... Нет, мы идем стрелять. Нет, я поняла. Я имею в виду здесь, на этой счастливой ноте мы заканчиваем. Девочки, победитель. Давай пять, Аня. А, тут даже кафе есть. Садываемся. Кафе. У нас папа подопытный кролик. Первый пойдет. Пойдет в космос стрелять. Инопланетных существ. Ой, Боря, так смешно выглядит. Давай, папа. Мне это падает. Смешно, Боря, да, папа себя ведет? Как-то странно. Папа посреди комнаты танцует. Комната четыре. А здесь... Сделаем старшему, вкратце. Смотрите, что он вытворяет. На него летят космические эти тарелки. Или кто это такой. Ну, в общем, шарики. Ого, давай, 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 давай. Так, пока, чтобы защищаться. Так, а их убирать надо. Они тебя сейчас забьют, и все. Защищайся, но и убивать их надо. Защищайся. Защищайся. Аня, защищайся. Анюта у нас играет Job Simulation. Как это называется? Job Simulator. Да, Job Simulator. Будет она у нас поваром. О, короче, да. Это моя кухня. Опа, чашечка. Что, давай. Так, заберу отличить. Не хочешь водички, а? Не хочешь? Бежи. Аня, кого-то обливает. Бери наверху заказ. Так, мне нужно куда-то... Нет. Что там, что там? Почти. Так. Мам, вам полку не надо. Это летчики на телевизорке, верно? Аня, дядь, у него. Бомбу не трогай, бомбу, бомбу не трогай. Опа, наколол. Лучше мерезущими, чем кроличьими. Это курище опаснее. Ой, прикольно. Как будто... Тимофей, ты решил себе хруппы домой забрать? Смотрите, что вы... Теперь у тебя подгодение хруппы падает. А теперь можешь шить плечами, чтобы они все послетают. Вот так. Да хвостик. Да хвостик, как ты разбиваешься. Вот это вот играют там, где фрукты разрядаются. Это круче, да? Да. Вот что мне такое нравится? Вот это видно уже эмоцию. Не то, что после картина. Видишь, в картинах ему было сложно. И у него больше напряжения было, чем удовольствие. Маленькие еще. Мы все постарше, кто в восторге. А сам съем водоход. Я-то рад был, только... Ну, я не очень люблю. Я не очень люблю ездить. А, ты не очень любишь лейдить просто, да? А здесь вот он в восторге. Мне больше физически там махать руками. А, ну, короче, ты дошел в свое. Стрелялки, вот, в глаза там, где там нужно бегать. А тут просто сидишь. Ну, понятно. Сашуня у нас и Борюсик будут ездить на американских горках. Можешь право посмотреть, влево посмотреть. Назар, можно. Ого, ты над домами будешь? Ездить. Боишься? Ну, говорит, я боюсь. Сиди, ты на стуле сидишь. Ты на стуле сидишь, не бойся. Ну, это же не по-настоящему. Если бы по-настоящему, то не знаю, что там было бы. Вот так через дома летать, представляете, по-настоящему? Посидеть можно за одну горку американскую. Это, насколько я понимаю, самая обычная такая. Да, наверное, самую простенькую взял. Да, зеленая самая... Надо красную было бы. Борюсик пошел. Папа его поддержит. Пошел на желтую американскую горку. Сейчас посмотрим реакцию. Дима, скажи, тебе понравилось ездить? Да. Да? Ты высоко был? На дом заезжал? Нет. Не высоко? Для тебя это не высоко? Да. Дальше, бойцы, бойцы, в линию, постройтесь. Что такое линия? А, что? Полшага назад все. Оп. Да, правильно, стуки на малого. Еще полшага назад. Бойцы. Все, молодцы. На меня смотрят пушки. Понятно. У любого оружия имеется подготовитель. В данном случае, в лошкового типа, чем же спускового крючка. Это спускует учет. Что подходитесь в бою надо. Сказательным пальцем сделать так. Ясно? Как заряжается карабин? Затрон на себя. В крайнем заднем положении остается. Берем патроны. Взяли патрон, поместили, нажали. После чего затрон на себя. Патрон в патроннике. Паша, ты в наушниках будешь? Да. Зачем тебе наушники? Оружие готово к бою. Спусковый крючок палит в столько время огня. Ясно? Рука на цевье. Нет сил держать, что ли? Готов? Огонь. Предохранитель. Спросил, готов? Готов. Нет, смотри, когда патроны кончаются. Лужи вверх, понимаешь? Кто следующий? Я тоже. Ну, что нужно? Нет, не дам. Надевай. Ромка? Не, в наушниках вы ничего не слышите. В принципе, вы не оглох. Она очень тихо стреляет. Оружие готово к бою. Снимаешься предохранителя. Ведешь огонь. Вопросы есть? Что? Я еще раз смотрю. Предохранитель помнишь, где находится? Молодец. А он сейчас открыт? Открышу? Вон стоит оружие на предохранителе. Рука на цевьё. Снимаешь. Снял? Молодчик, отойдите оттуда. Да, все. Молодец. По готовности огонь. Сколько весишь? Весишь сколько? Саша, какие 110, это твой рост, а не вес? Я сниму с предохранителя, только потом что нажимаешь? Пока я не скажу, что ты крючок не нажимаешь. Ты меня понял? Да. Снимай с предохранителя. Вниз. Молодец. Руку помещай. Когда скажу огонь, тогда стреляешь. Руку отсюда убери. Саша. Вот здесь вот возьмись. Когда... Не смотри на коробку, зачем туда смотришь? Стой, 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 стой. Смотри. Это будет очень. Вот так. Вот так. Готов? Еще нет. С глаза закрывают. Стреляй. Это тебе откуда гильзовы летают? С запора. А, нет. Естественно. Это холостого оружия. С чего ты попадешь? Нет, ну ты не попадешь. Ну что, тебе не понравилось? Страшно было? Да. Мне было страшно. Мне понравилось. Нет, мне понравилось. Да, вам понравилось. Конечно. Спасибо. Что? После развлечений мы зашли покушать. Заказали рагу, супчик, плов, картошку с курочкой. Ну кто что захотел. Здесь тоже плов. Подождите, я сейчас. Ребята, хочу сделать опрос. Кому что понравилось. Сейчас все соберутся, да, за столом. Разложим еду. Наверное, покушаем, а потом я вас опрошу. Что, все наелись? Да. Я так наелась, что у меня аж пузо трескается. Все наелись? Да. А компоты аж по две порции выпили. Так пить хотелось, да? Да. А что ты ел? Ну расскажи, что ты ел. Что? Что у тебя было на тарелочке? Давай мама подскажет, да? Тарелочки. Что, что? Тарелочки. Тарелочки. Что было? Картошечка. Тарелочки. Салатик. И что было? Тарелочки. Тарелочки. Что? Громко говори. Курица. Курица. Курица, правильно. Возможно, он не знал название, типа. А? Возможно, он не знал название. Да, он стесняется в последней репетиции. В общем, подытоживаем, кому что больше понравилось. Расскажите. Мне понравилось картинг. Очень сильно, когда я особенно разгонялась. Тебе что? Мне я даже не знаю. То ли лазертак, то ли картинг. Короче, лазертак и картинг. Да. Боря картинг 100% понравился, потому что больше нигде не было по своему возрасту. А, и на Борь как катался. На лазертак, он такой, аж глаза у него горели. Ой, этот картинг. Папа, тебе что больше всего понравилось? Вторая, вон, это на картинге. Да? Там ты разгонялся? Первая, очень тяжелый урон был. А второй тебе полезнее попался? Намного. Пальше был легкий, у меня был трудный. А, ты еще жар. Тебе что больше всего понравилось? Мне понравилось виртуальная реальность. Виртуальная реальность? Нет. Ну, это был темына фишка. Тебе что больше всего понравилось? Если честно, мне все понравилось. У меня смешанные эмоции, я сейчас не могу точно сказать, что... Аня только ходит, спасибо, папа-мама, спасибо, что мы туда пошли. Я настолько благодарна. Ходится только спасибо, Кайя. Тебе что больше всего понравилось? Мне то, что теме и машинки. Тебя папа так гонял. А вы знаете, что вы с Борей были в привилегии? Потому что вы ездили быстрее всех нас. Потому что папа у нас быстрее всех ездил. И он вас возил быстрее всех. Не знаю. Вот так. Поэтому ты и Боря покатались так экстремально. А это что оно там занесло, да? Меня. А кому занеслось вас? Я же испугалась. Это Тимофей у меня врезался. А ты тебя занесло? Меня закрутило, да. Закрутило, занесло. Он ты и тормозил, а Тимофей врезался в него и в колеса. Вот мама Тёма, он мне сказал, что надо специально сделать, чтобы папа закричило. А как закричило? Он не мог сделать, чтобы папа закричило. Это папа, видно, по тормозам ударил на повороте. Тёма съехал прямо, мне сзывали. Что-то тебя занесло, я видела. Надо, чтобы обогнать. Правда, не сняла. Я обгонял. Ну что ж, будем на этом видео заканчивать. Классно мы провели. Мы просто давно так куда-то не ходили. Мы так соскучились за таким местом, что мы отрывались по полной. А знаете, что мне еще больше всего понравилось? Что вы попробовали, что такое стрелять с этого пистолета? Ну, с автомата. Не с автомата, а с чего там? С карабина. Такой гул стоял. Бух, бух, вообще. А мы с папой с настоящих стреляли. Вы хоть так попробовали немножко. Что? Да, мы с папой с настоящей стреляли в тире. Но детей не пускают в настоящий тир. Восифирский. Хотя, кто его знает, может, с какого-то разу пускают в детский тир. Ну что, будем прощаться? Пока-пока. У нас дальнейшие планы. Но уже об этом будет отдельное видео, потому что слишком большое получится. Пока-пока всем. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok